Комендант береговой охраны США. Высший по званию офицер береговой охраны США. Обычно он единственный офицер в звании адмирала в составе береговой охраны. Положение назначается на четырехлетний срок президентом США после одобрения кандидатуры Сенатом. Помощь коменданту оказывает вице-комендант, два командующих зонами и два заместителя коменданта. Все вышеперечисленные помощники носят звание вице-адмиралов. В отличие от глав других частей вооруженных сил США, комендант береговой охраны не является членом объединенного комитета начальников штабов. Тем не менее он получает такой же оклад, как и члены комитета 37 U.S.C. 414. Согласно правилу Сената 23 комендант пользуется привилегией и де-факто является членом объединенного комитета начальников штабов во время обращения президента. В то время как члены комитета не входят в военную оперативную цепь командования, комендант береговой охраны осуществляет командование береговой охраной. С 1966 по 2003 комендант докладывал президенту через секретаря национальной безопасности. До создания Министерства транспорта в 1966 коменданты и офицеры на ранее существующих аналогичных постах подчинялись министру финансов США. История пост коменданта введен в 1923 согласно акту, утвердившему классы различия командного и инженерного состава офицеров береговой охраны. До 1923 глава береговой охраны назывался и носил звание капитан-комендант. Это звание было унаследовано от ранее существовавшей службы таможенных судов. Цепочку комендантов начинает глава морского таможенного бюро капитан Леонард Д.Ж. Шепард, хотя он никогда не носил звание капитана-коменданта. Пост капитана-коменданта был создан в 1908-ю первом его занял капитан Уорд Д.Ж. Рос его предшественник капитан Чарльз Шумейкер также был произведен в капитаны-коменданты, несмотря на то, что уже находился в отставке. Централизованное командование морским таможенным бюро осуществляли капитан Александр В. Фрейзер, капитан Ричард Эванс. В 1849 морское таможенное бюро было расформировано, морская таможня была передана и находилась под контролем таможенного комиссара. Пока в 1869 морское таможенное бюро не было создано, заново Энн Братон Девери 1869-1871, сам Нерай Кембалл 1871-1878, Эзра Кларк 1878-1885, Питер Бонетт 1885-1889. Список комендантов. После того, как управление главы морского таможенного бюро было преобразовано в военное учреждение, на посту коменданта служило 25 офицеров. В это число входит нынешний адмирал Пуэф. Сукунф. Комментарии.